Портал детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Разбор полёсов». Сегодня веду я, Михаил Горин. Мои собеседники – израильские журналисты Илана Михаэль и Лазарь Данович. Коллеги, я вас приветствую. Приветствую. На днях пресс-служба ЦААЛа, армия обороны Израиля, пригласила журналистов и организовала им показ фильма о резне, который устроил Хамас 7 октября. В связи с этим фильмов много вопросов, много обсуждений, дискуссий, хотя видел его вот около граничный круг лиц, и мы к ним, безусловно, вернёмся. Но начать я хочу с другой новости, потому что она появилась буквально несколько часов назад, сегодня утром, когда мы с вами разговариваем, и как бы имеет к нам, журналистам, прямое отношение. Да и тема, в общем-то, в принципе, отчасти совпадающая. Итак, есть такая организация Honest Reporting. Это неправительственная организация, которая отслеживает отношения СМИ во всём мире к Израилю. И вот оно сообщило, что согласно данным этой организации, фото-журналисты Reuters, AP Associated Press, а также фрилансеры, которые работают на CNN и New York Times, и которые базируются в Газе, они 7 октября находились у границы с Израилем, и вместе с террористами Хамаса проникли на израильскую территорию, фотографируя и записывая всё то, что весь тот кошмар, который происходил, и о котором мы с вами поговорим во второй части нашей беседы, когда будем говорить о фильме. В связи с этим организация задаётся такими вопросами. Было ли это согласовано с Хамас, то есть участие вот в этом прорыве корреспондентов всех этих агентств? Знали ли информационные агентства, что их сотрудники будут участвовать в этом прорыве и документировать весь этот теракт огромный? И что они зайдут, по сути дела, на территорию противника, то есть окажутся в Израиле вместе с террористами? И сообщили ли сами журналисты своим агентствам, когда и как они добыли эти материалы? Ответов на эти вопросы пока нет. Потому что агентство их до сих пор на тот момент, когда мы говорим с вами, не комментировало, кроме агентства Reuters. Оно опровергло сообщение, это сообщение, что их штатные, подчёркиваю, сотрудники участвовали в этом, что их там не было, их штатных сотрудников, и что они объяснили появление у себя в ленте фотографий с места событий тем, что фотографы-фрилансеры, которые там находились, и которые им сообщили, что они находились на границе с Израилем, и они купили у них эти снимки, там снимки прорыва через забор и так далее. Скажите мне, пожалуйста, коллеги, у меня к вам вопрос такой, это вопрос и профессиональный, и этический. А вот должны ли бы вообще, в принципе, были журналисты, если бы у них оказалась такая возможность, участвовать вот в этих событиях. Фамилии все установлены. Эта организация приводит все фамилии этих журналистов, а не фрилансеры, они не сотрудники этих агентств, которые участвовали во всем этом, фиксировали. Должны были или нет? Что важнее, как бы зафиксировать события и представить его публике? Или нет? В таком я участвовать не должен. Кто здесь прав, кто виноват? Илана. Мне кажется, что это не вопрос того, кто здесь прав, кто виноват, а вопрос о том... Это вопрос этики, и моральной, и профессиональной. Да, а вопрос о том, что мы получили еще одно доказательство того, что журналистика не случайно называется второе, может быть, первой древнейшей профессией в мире. Ведь если посмотреть с точки зрения морали, просто человеческой морали и совести, то, что они сделали, это ужасно. Они абсолютно спокойно. А когда стрингеры участвуют в военных событиях и под огнем, а там творится тоже кошмар, продолжают снимать, для них главное зафиксировать события. Я просто как бы для оживления дискуссии этот вопрос задаю. Я понимаю, у нас дискуссия и так будет достаточно оживленная, думаю. Я не могу сейчас думать, что происходит тогда, когда это случается в других местах, в других странах. Меня это, честно говоря, вообще сегодня не волнует. Извини. Я, конечно, вообще человек за толерантность, за свободу, равенство, братство и прочие блага, но сегодня вот мое терпение, кажется, закончилось. То есть ты считаешь, что журналистам там было не место? Там не просто было им не место. Я считаю, что те журналисты, которые участвовали в этом кошмаре, понимая прекрасно, ведь они вместе с террористами зашли на нашу территорию. И не надо мне сейчас рассказывать, что это было случайно, что это было не продумано, что они даже не думали, не знали и так далее. Вопрос о фрилансерах у меня тоже вызывает много размышлений. И не случайно сегодня уже днем компания CNN сообщила, что уволила своего корреспондента, который участвовал в этом набеге террористическом. Значит, да, как минимум CNN знала о том, что он там, знала, кто этот человек, но до поры до времени, пока это все не взорвалось им в лицо, собственно говоря, все молчали. А агентство IP, извини, тоже сказало, да, это наш фриланс, мы точно не знали, мы дознали, мы не знали. И, короче, все юлят, все юлят. И, конечно, никто из них не побрезговал ради рейтинга этими ужасающими кадрами никто. Потому что рейтинг – это все, а кошмары и ужасы, они делают рейтинг. Что с этим делать? Как относиться теперь к этим крупнейшим, собственно говоря, компаниям, которые на весь мир тиражируют свою информацию? Я не могу сказать, мне кажется, сегодня каждый порядочный журналист, кроме презрения в их адрес, не может ничего больше чувствовать. Да, это возродило извечный спор между, так сказать, сторонниками теории, что журналисты – они всего лишь наблюдатели, и они должны как зеркало отражать происходящее, и другими людьми, которые считают, что есть грань. И они эту грань перешли. Потому что никто из них не протестовал. Илана, спасибо. Лазарь, я не буду повторять вопрос, тот же самый тебе. Ну, я хотел бы еще заметить, вскользь заметить, что все эти фотокоры и все эти так называемые фрилансеры, они по национальности арабы. И арабы местные. Да, это жители газа. Это жители газа. Вот, я, извините, открою тайну, я сам некоторое время в той жизни, будучи, конечно, журналистом местного издания, был еще и внештатным корреспондентом ТАСС. И выполнял некие задания, которые мне спускались. То есть ничего я не мог сделать без поручения СОПКОРа ТАСС по нашему региону, а он без плана, который спускался ему из Москвы. Так что врать о том, что не знали, не надо. Они их туда, они знали, они их туда отправили, они были в курсе. Это было, делалось ради скупа, во-первых, а скупов дорогих, которые очень хорошо оплачивались этим фрилансерам, уже, наверное, оплачены, были сразу оплачены. И они шли туда вместе с Хамасом, чтобы точно сфотографировать, снять на видео, как эти звери расшляют евреев, как расстреливают, сжигают еврейские семьи, как насилуют еврейских женщин и детей. Они смотрели на это и снимали не в целях будущих разоблачений или фиксирований, а наоборот, ради дорогостоящего скупа, ну и звериной ненависти тоже. Точно такой же звериной ненависти, как те, кто это делал. Вот, сегодня, мне кажется, это я хотел бы потом поговорить, если ты мне дашь возможность поговорить о контрпропаганде как таковой. А мы поговорим о ней во второй части этого. Да, в целях контрпропаганды надо в каждую дыру совать рожи этих пособников террора, этих соучастников преступлений, и точно указывать автор своих материалов, ну, снимков, видео и так далее. И делать это не по дипломатическим каналам распространять, и не в жалобах каких-то их же хозяевам, их заказчикам из AP, FPI, там, CNN, Reuters и так далее, а на весь мир легальными и полулегальными информационными путями. Надо организовать кампанию, например, под названием «Журналисты-палачи» или «Кровавые корреспонденты», так, чтобы имена этих арабов, этих Махмудов и Амаров были вычеркнуты и опозорены навсегда. Будут судебные иски, ну, шут с ними, выделить бюджет для их покрытия, когда придется покрывать и платить. А пока бить, бить и бить. Вот такое у меня мнение. Лазарь, спасибо. Переходим. Миша, если можно, я хочу только одно предложение добавить к сказанным Лазарям. Ведь доказательства их поддержки, или как минимум некоторых из них, Хамаса налицо, потому что один из этих журналистов еще полгода назад обнародовал свою фотографию в обнимку с Исмаилом Хани из Газы. То есть тут в школу не ходи, все, по-моему, очень даже понятно. Да. Хорошо, пойдем дальше. К основной теме, о которой, собственно говоря, мы и собирались поговорить. Как я уже сказал, на днях пресс-служба Цахала организовала для журналистов показ фильма о зверствах Хамаса вот непосредственно 7 октября. Фильм этот не короткий, не длинный, он длится 44 минуты. Журналисты не первые, кто его посмотрели. До этого был ограниченный показ для депутатов Кнессета, для иностранных журналистов, для представителей дипломатических служб здесь и за рубежом. Сегодня, когда мы с вами беседуем, стало известно, что был организован просмотр в Голливуде. Правда, участвовало в нем не так много людей, как предполагалось, всего 100 человек. Но, судя по всему, впечатление было сильное, потому что многие, как сообщается, выходили из зала, не досмотрев фильм до конца. Фильм, я специально это подчеркиваю, действительно, у него ограниченный показ и до сих пор утечек не было. Сегодня даже ЦАХАУ, пресс-служба, точнее, ЦАЛА, опровергла утечки, что якобы, точнее, фейки, что якобы наиболее жесткие кадры из этого фильма утекли в интернет. Это не так, как человек, который там был. Могу сказать, что все это очень жестко и строго происходило. Отбирались телефоны, видеокаппаратура, любая записывающая аппаратура, двери закрывались. В общем, ничего. Плюс была как бы определенная просьба и договоренность о том, как можно потом рассказывать об этом фильме. Но я сейчас этим заниматься не буду. Это другой вопрос. У меня к вам вот вопрос, о котором частично затронул Лазарь про контрпропаганду, что можно, что нельзя, что надо, что не надо делать. Вокруг этого фильма сложилось много мифов и много дискуссий, как внизу, что называется, в социальных сетях, так и наверху среди политиков и военных. Есть точка зрения, что надо максимально широко и неограниченно этот фильм показывать. Потому что иначе мир видит только как мы бомбим газу и не понимает с чего это началось и с кем мы имеем дело, с чем мы столкнулись. Есть другая точка зрения. Нет, показывать это неэтично, неправильно и не нужно. Мы не такие, как они, мы не торгуем горем и не бегаем с телами наших павших и близких нам по улицам под кинокадры зарубежных фотографов. Что думаете вы по этому поводу, Илана? Я думаю, что этот видеоряд или видеоролик или фильм, назови его как хочешь, надо показать максимально большому числу тех людей за пределами Израиля, от которых зависит формирование общественного мнения, от которых зависит определение политики государства, от которых зависит принятие каких-то решений, которые так или иначе связаны с внешней политикой и с отношениями с Израилем. Я не считаю, что такой ролик надо показывать гражданам Израиля. Не далее, как вчера, и я полностью поддерживаю это мнение, выступил глава Израильской ассоциации по лечению посттравматического синдрома в связи с этим фильмом и сказал, что это может нанести непоправимый вред психике людей, потому что люди, проживающие в Израиле, и так уже очень сильно пострадали. Число обращающихся за не психологическое, а я хочу подчеркнуть уже психиатрической помощью в связи с посттравматическим синдромом последствия событий 7 октября увеличилось в значительной степени. И дальше, скажем так, травмировать наш народ я не считаю уместным. Мы все и так все понимаем и знаем. И если мы увидим еще расшлененку, извини меня, или еще изнасилование, или еще сожжение младенца, к сожалению, мы уже от этого не мудрее, не умнее не станем. Может быть, умнее от этого или понятливее станет мир. И поэтому я да, считаю, что надо его показывать тем, кого я уже обозначила. Мне очень жаль. Илана, прости, пожалуйста, я перебью. Я хочу уточнить, чтобы быть правильно ли я понял. Все, что Израиля понятно, ты сказала. А что касается заграницей, ты говоришь, надо показывать лидерам общественного мнения, политикам, дипломатам. То есть ограниченному опять-таки количеству людей. Это должен быть ограниченный показ или широкий? Чтобы это понимало то, что мы называем общественностью. Вся общественность все равно никогда все не поймет. Если мы говорим про западноевропейские страны или про США, где проходят массовые демонстрации арабского населения или мусульманского населения против Израиля, если ты покажешь им этот фильм, может быть, они только порадуются. Поэтому сожалею. Я понял. Это мое личное мнение. Я считаю, что показывать ему надо тем, от кого зависит формирование общественного мнения. Мне очень жаль, что вчера в музее солидарности в Лос-Анджелесе собралось всего 100 человек на этот показ. Там не было звезд первой величины Голливуда. Никто из них не пришел. Пришли режиссеры, пришли сценаристы, но не звезды. И сама Галь Гадот, которая организовывала этот показ, тоже не пришла туда. Мне жаль. Мне жаль также, что, например, французская телестанция РТ, которая должна была сегодня начать показы документального фильма, снятого двумя израильскими режиссерами, документалистами сразу после событий на фестивале музыкальном под названием «Супернова», который должен был транслироваться сегодня, внезапно французское телевидение отложило, заявив, что они должны еще раз подумать и пересмотреть свою внутреннюю политику, поскольку фильм содержит очень жестокие кадры. Что это значит? Это значит, что, с одной стороны, мы пытаемся каким-то образом повлиять на общественное мнение в разных странах, а, скажем так, те, от кого зависит общественное мнение в этих странах, либо боятся местного мусульманского населения и его гнева, либо не хотят вообще никаких конфликтных ситуаций. И есть очень многие люди, которые просто не хотят видеть плохого. Гораздо лучше смотреть фильмы про Барби и Кена с кассовыми гигантскими сборами. Это приятнее. Причем тут мы и вот эти евреи, которые там что-то у них случилось. Поэтому я считаю, что мы должны настаивать на том, чтобы те, кто формирует общественное мнение в разных странах мира, да, продолжали смотреть этот фильм. Илана, спасибо. Лазарь, тебе слово, пожалуйста. я абсолютно согласен с вами обоими, что главная ошибка нашей пропаганды вообще это высокомерие и неточность. Неточность адресности. То есть установка такая, что убеждать надо убежденных, трогать надо и без того раненых и учить патриотов родину любить. Может быть это так сподручнее уводить деньги, выводить выделенные на это тело, дескать, ну там больше Белого-Голубого, больше Магин Давидова, Баяхов, Нина Цехов, Амисраэль Хаев, тем ярче пропагандистская работа и тем больше мы получим. Нет, это хорошо, конечно, я не спорю, но это не только так работает, понимаете. почему мы вот в каждую информационную ущель фактически не совали те вот многомиллионные тиражи разноцветные вот эти листовки, которые Цехал разбросил над газой и показать их не только на арабском, на котором они были написаны, а на английском, французском, немецком и русском, кстати. Вот. А где профессиональные кадры, настоящие кадры, на которых израильские военные охраняют гуманитарные конвои, переходы, беженцев, грузы и так далее? Нет. Почему так вяло и бездарно используются аналогии со Второй мировой войной? С арабской поддержкой Гитлера, широчайшей арабской поддержкой Гитлера, и исламской в том числе, с мусульманскими карательными батальонами СС, которые убивали евреев. Наконец, с другой стороны, с Ковровой, ну, с этой, вот как она, Ковровой, да, бомбардировка англичанами Дрездена, да, а там жили, между прочим, сотни тысяч так называемых мирных немцев, или со штурмом Берлина, где безжалостно уничтожали не только взрослых фашистов, гитлеровцев, но и сотни гаденышей из Гитлер-Югенда положили, из старых гадов, из фолькс, как он назывался, фольксштурм, из фольксштурма. Ну, почему это не провести параллели о Вьетнам, о Корее, о Грозной, наконец? Вот. Понимаете, в чем дело? Наша, беда нашей контрпропаганды есть такое слово, что она беззубая и бездарная. Она проверки временем не удерживает. Во всяком случае, в последние 30 лет мы ее видели только жалкой маразматичкой, которой боится всего и вся. Вот. Может быть, это из-за того, что никогда не было там крепких профессионалов, не было толковых интеллектуалов, там всякая партийная плесень, там чьи-то родственники, любовницы, женщины, никчемные там отставники, какие-то однополчане с трудной судьбой и прочая случайная и даже, можно сказать, вредная публика. Вот. Креативные люди и полезные люди, которых в Израиле море, туда не шли. Они шли в деловую сферу, ну, я имею в виду пиарщики, в большой бизнес, в престижный пиар они шли, в зарубежные фирмы, там работать интереснее и платили больше. А здесь всякое вот сметье. И, кстати, если о нашей профессии говорить, действующие популярные журналисты тоже не менялись на пропаганду, не шли в пропаганду, они дорожили своими, дорожат своими трибунами, там, аудиториями и именами. И сейчас, даже за этот месяц, может быть, это короткое время, да, мы тоже пока не увидели ни израильских Оренбургов, ни Симоновых, ни Таидзе, ни Кукриниксов, может быть, еще появятся, там, Роман и Кармен или Михаил и Ромы, вдруг, может, появятся, но они нужны сейчас, они не после. Кстати, вот я просто хотел сказать, почему так популярен генерал Даниэль Агарев? Заметили, что популярность его очень высока? Хотя, ну, выходит человек к камере по долгу службы. Почему вот многие сейчас говорят, что этот контр-адмирал уже многим видится будущим начальником штаба ЦАЛа? Потому что он отвечает на вопросы четко и прямо и сегодня вызывает доверие и уважение как верно поставленный голос информации и пропаганды. Хотя фактического материала в его словах очень мало. Неважно, но он уже видится как рупор пропаганды, информационной работы, как военной, так и государственной, да? Ну, извините, перебью, я напомню, в 90-м году, когда была война в Заливе и бомбардировка Израиля, таким был для израильтян генерал Нахман Шай. А для русских вы знаете, кто наш общий друг. Да. Вот. А вот я просто продолжу, почему это происходит? Заслуженно, незаслуженно? Это второй вопрос, да? А вот эти люди в черном, которые выходят в микрофон, это Нитаньягу, Галман, даже Ганс, они не воспринимаются как Агария, несмотря на то, что у них и политический вес больше, и пока еще чиновный, так сказать, ранг, уровень выше, да? Даже когда они про это говорят правильные, нужные, важные слова, точные, да? Может быть, это происходит из-за того, что их слова опоздали, из-за звучания только после 7 октября. Вот. Они же с теми же лицами говорили вещи абсолютно противоположные, и их концепция, их политика безопасности, обороны, она привела нас в Эре, в Фаразу, к Шефимреем, правильно? Вот. Понимаете, контрпропаганда занятий не для заносчивых неумехов, и не для хитрованов, и выгода получать. Вот. Я, например, предлагаю, вот сейчас дай мне буквально две минуты, или одну, я предлагаю очень интересные предложения у меня есть. я даже не говорю о том, что надо... Минута пошла. Пошла. Я даже не говорю, что надо создать какой-то хотя бы временный, военного времени, какой-то израильский главпур там, или военпрофт. Это не мое дело. А вот что бы я сделал, вот дайте мне в руки это дело, да, я бы вот этот фильм, о котором мы с вами говорили, показывал бы по-партизански, просто как проекцию на стенах домов в Европе, под которыми проходят пропалестинские, я считаю, прохамасовские и антиизраильские демонстрации. Без всякого разрешения властей, показывал бы, из проекторов, которые установил бы на домах напротив или на крышах этих домов. Я бы в кампусах неожиданно включал это во время лекции, в университетах, во время занятий, где сидят молодые американские, европейские эти вот студенты-палестинофилы, и где им преподают вот эти преступные профессора-леваки с перевернутыми мозгами, и всякое в ректоратах заправляет всякая антиизраильская и антисемитская шваль. И пусть потом будут штрафы, и которые Израиль поможет оплатить. И порча техники, пусть будет, которые Израиль поможет заменить. Пусть будут осуждения еврейского хулиганства, пусть будут даже отчисления из вузов, увольнения с работы. Это тоже можно возместить. Даже задержания пусть будут, но не расстреляют, правда? Но зато праздники кровавого антисемитизма и ненависти к Израилю будут подпорчены основательно. Я бы организовал хакеров, чтобы эти кадры постоянно возникали с самых антиизраильских ресурсов во время телевизионных программ, просто во вражеских чатах и группах, в том числе обязательно в русскоязычных, обязательно подчеркиваю. Ну, а официально, да, я бы срочно бы отозвал деньги из машины, которые на ультра-ортодоксов и прочих шантажистов приготовлены. Взял бы из бюджетов бесполезных и даже вредных вот этих министерств, высосанных из пальца. И создал бы экстренно, пусть, время на такое управление, как я уже сказал, какой-то военпроп именно 7 октября, и собрал бы туда лучшие мозги, которые, многие из которых мы знаем, израильского пиара, заинтересовал бы этих людей вот такой вот патриотической квандировкой, такой боевой вахтой, да, если хотите, и начал бы работать не в адрес наших граждан или произраильски настроенных людей. Их не надо, как правильно вы сказали, убеждать, агитировать. Надо бить по бесчисленным врагам и самое главное по недопонимающим, по оглупленным антисемитской и антиизраильской вонью, отравленных арабским и европейским враньем. Вот в эту точку надо бить. Я бы вот так поступил. Может быть, я не прав, скорее всего. Ладно. Можно только одно предложение? Нет, два. Буквально, да. Я могу сказать, что я лично знакома с людьми без имен, которые пытались в тот или иной период нашей жизни в Израиле в тяжелые моменты для страны предложить свою бесплатную абсолютно помощь специалисты и нашему МИДу в пропагандистской работе и другим структурам были с негодованием отвергнуты в плане, чего вы тут лезете, мы без вас все умеем. Это во-первых. Второе. Лазарь, конечно, подал любопытную идею. Проблема в том, что семьи тех людей, которые сняты в этом фильме, то есть... Илана, есть возможность... Они не дали разрешения, они не дали разрешения на такое тиражирование этих кадров. Они согласились только на узкие показы. И их тоже можно понять, потому что мы должны уважать память покойных. Это два. И три. Хочу вам сказать, что наше гражданское общество, несмотря на полное отсутствие работы министерств в этой сфере, также показало себя самой лучшей стороны. Десятки, сотни людей тратят свое время на то, чтобы постить без конца и публиковать в социальных сетях ролики, разъясняющие нашу позицию на всех языках мира. Я знаю это, я вижу это, стараюсь помогать, и это очень важно, потому что это говорит о том, что мы делаем все возможное, потому что нам это важно и необходимо. Можно одно слово? Буквально, Лазарь, мы должны заканчивать. Слушайте. Буквально одно слово. Есть в нашей профессии и в этой работе есть масса приемов, есть масса легальных, нормальных, этических приемов, которые могут удовлетворить и семьи, и удовлетворить и цели. Вот я так считаю. Коллеги, спасибо за этот разговор. Напомню, что в нем принимали участие Илана Михаэль и Лазарь Данович. Всего доброго. Всего доброго. Илана Михаэль